Привет, дорогие мои зрители! С вами Элла Австралия. Это моя первая остановка в районе Когора-Бэй. Это очень дорогой район, потому что он находится на заливе. Вот. Коробка. Смотрите, в коробке вот такие обложки новые, целая коробка. Это вы знаете, когда вы едете в путешествие, обычно вам в такие ложат билеты. Вот. Возьму одну. Возьму одну на память. Лунных там сколько. Хотя, в принципе, это же можно здесь, кто, допустим, собирает... Деньги коллекционирует. Не купит, коллекционирует. Сюда можно, наверное, положить денежку. Может, нет. Потому что... Ух ты! Вы видите, что творится? Нет, дорогие мои, извиняюсь. Извиняюсь, начал дуть ветер. Ветер ждал меня, по-моему. Вы знаете то, что бумага от времени может желтеть. И поэтому даже деньги, я думаю, надо ставить в специальные... Ну, мизматы поймут, о чём я говорю. В специальные упаковки, от которые деньги потом не пропадут. Не покроются жёлтыми пятнами. Да, начало видео у меня опять. Опять двадцать пять, дорогие мои. В Сиднее жара, и я сегодня сварилась. Села в машину. В машине не знаю, сколько градусов. Я сидела дома, пережидала, когда закончится эта жара. Она не заканчивается. Сейчас около тридцати. И поэтому я опять буду, как пьяная. Здесь, здесь чудеса. Чудеса. Тут ничего нет. Нема. Прямо через дорожку вот такая, по-моему, это стиральная машина. Такой фирмы я никогда не слышала. Но это какая-то, по-моему, профессиональная майтак. И, наверное, это дорогая. Бутылка. Blue Mac. Маки по-гречески написано. Македонское пиво, наверное. Смотрите. Не допили. Пропало. И здесь... А, это получается... А, это что-то другое. Возможно, это... А, это, наверное, сушилка. Я так предполагаю, это очень дорогие вещи. Она намного больше, чем обычная стиральная машинка. Мне просто для интереса потом приду домой, посмотрю, сколько... Сколько это чудо в перьях стоит. Старый телевизор, пылесос, лавочки, ванночка ребенка купать. Детский велосипед. А здесь гуси-лебеди надувные. Стол для компьютера в идеальном состоянии. Это, наверное, у него здесь дырка для проводов сделана. Но все-таки, думаю, стол заберут. На нем даже нет ни одной царапинки. Вообще, как новой. Вид, конечно, здесь потрясающий. Я на этом месте уже делала несколько раз видео. Вид потрясающий. Ну и цены, конечно, потрясающие. Наверное, за 2 миллиона с выходом на море, ой, на залив, нету шанса купить. И здесь был отлив. Потому что прошлый раз я снимала. Вода была прям досюда. А сейчас смотрите, что там ракушки и чего только нет. И мусор выбросила, которые люди в воду выкидывают. Тоже чего тут только нет. Вот такая красота. Гавайи, Исланд. Мап 2. А вот это интересное. Шот. Вот эту картинку я возьму. Сейчас некогда времени разбираться. Арт-ресторэйшн. Картинка появилась. Бутыль. Хорошо люди погуляли. 4,5 литра. 4,5 литра. Тоже... Наверное, он тоже старенький какой-то. Шапка Олега Попова. Новая шапка. Вот так копыта. Вот так копыта. Ну и копыта новые. Слушайте, что тут... Слушайте, что тут... Целый набор. Так, это что тут? Кошелёк. Кошелёк. Манди. Было 22 доллара. Сейчас продали за 8. Непонятно зачем купили. И оказалось здесь. Тоже новая. Босоножки. Босоножки. Босоножки тоже новые. Ну, это у кого-то, наверное, вещизм был или как. Сумка. Сумка тоже новая. Так, сумка вся блестит. Блестит, переливается. Ну, вот ещё и всё упакованное. Вся в бриллиантах. Но я не буду её сейчас открывать. Ну-ка, посмотрите. Какая-то... Какая-то фирма. Ага. Дизайн ин Америка. Ну что? Барахло. Поехали со мной. Куда теперь? Отвезу тебя к себе в секонд-хенд. Ну, конечно, вот это вот мы всё сможем продать. То, что я сейчас нашла. Сумку, может, даже за 10 долларов. И босоножки по 5. И того, в общем, нашла я на 25 долларов. Тут ещё что-то. А, вот тут ещё какая-то шапочка. Тоже новая. Детские коньки. Ой, я помню, как на каток ходили на медик. Кто с Алматы? Вот я там рядышком жила. Так, у меня там такие коньки были страшные. Вообще не знаю, как там... Как там на них ноги не переломали. А вот это интересный сундучок. Видите, какой. Возможно... Даже люди... Посмотрите, Пан-Ам. Может, там что-нибудь есть в нём? Так, вот это копилка. Ну, страшно мне такой сундук открывать. Ну-ка. Нету добра в сундуке, но... Вот такой крутой. Здесь разложили как на продажу. Смотрите, ветер кунул, всё полетело. Стоит стол, а на нём вот такое. Что тут? Нетгир. Телефон. 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 Вот коробочка. Красивая. Вот. Ну, и китайские книжки всякие. Дорогие мои, вот прям на этом месте стояла пианино. Это сколько было? Где-то полгода тому назад Это пианино Как мне потом в комментариях написали Стоило несколько тысяч долларов Вы знаете, я найду то видео И поставлю Прямо под этим видео Я вот на эту горку На машине не поеду Вы посмотрите Я почему-то всегда боюсь Заезжать на горки Здесь смотрите какой подъезд Во Так что придется В гору мне идти пешком Вот какой аквариум В прекрасном состоянии Только его помыть изнутри У него внутри еще дворец Во Ну а остальное по-моему тут Хлам А теперь я вам этот подъем Покажу Вот чтоб вы видели Это вообще Это полный капец Я сюда иду Я чувствую У меня сейчас сердце выпрыгнет Сейчас на кучку я На кочку Заберусь И тогда немножко Вам вид откроется Вы представляете Вы представляете Вот с этого дома Какой прекрасный обзор На такую природу О, мама дорогая Мама О, дорогая Так Пошла я вниз спускаться А здесь целая коробка Со стеклом Но я это Не буду его разматывать Так Вот так И здесь сушильная машинка Самсунг Сушилка И в том же видео Здесь люди выставили Полный Дом освободили И вынесли Сейчас Этот участок Продали Это получается Один Два Это все принадлежит К одним людям И сейчас уже здесь Половина порушена И разрушена Участок Конечно Продан здесь За колоссальные деньги А еще не продан А нет Продан Это получается 18 метров Ширина И 15 метров Длина Участка А это Наверное С дроны Снимали Видите Потому что Сейчас Его нет И вот этот Сарай Там тогда Стоял Во дворе Так что Сейчас Мне интересно Посмотреть За сколько Продан Этот участок Ну в принципе Вы и сами Можете Это сделать Там внизу Сайт Это они Вынесли Последнее То что было В доме Сейчас я Чтобы не Не снимать Людей Старинная Пила Лампочка Но это Конечно Тут уже Такое Знаете Все Сундук Там Вытащили В прошлом Видео Ему По-моему Лет 200 Сундуку Было Тут Тут люди Берут Какие-то Старые Двери В хозяйстве Пригодятся О боже 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 А это Откуда Здесь Отец Герой Регулярно Натыкаешься На вещи Которые Связаны С русским Языком Капец Ребята Вот Там Снимала Вот Где Китайцы Которые Вот Это Выложили Вынесли Стол Прости Ты Меня Господи Я Сейчас Это 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 Капец Дорогие Мои И Вот Этот И Вот Этот Вынесли Ребята Ой Он Старинный Что ли Мама Дорогая Ой Я Его Хочу Я Его Хочу Идите Мать Вы Знаете Что Ну Это Невозможно Такое Просто Оставить Это Просто Невозможно Вы Знаете Что Сейчас Китайцы Выйдут Я Их Спрошу Я На них Напишу Как вам Сказать Что Это Не Мусор И Сейчас Я Его Еще Проверю В Каком Состоянии И Я Что То С Ним Буду Думать Потому Что Такое Оставлять Просто Невозможно Просто Невозможно И Он Еще Раз Двигается Меня Сейчас Тут Кондратья Иванович Хватит Посмотрите Какая Это Красота Это Просто Полный Капец Столик Пеленальный Я Не знаю Его Даже Пользовали Не Пользовали Выглядит Вообще Как Новый Абсолютно Дорогие Мои Вы Знаете Что Я Сейчас Написала На столе Чтобы Попросила Китайца Чтобы Никто Его Не Забрал Написали Дуно Тач Не Пробайте Но Я Не Знаю Потому Что Если Я Не Успею Организовать Как Его Перевести Ага Там Только Подойдут Посмотрят Обдерут Дуно Тач И Упрут Вот Так О Вот Тут Какое Креслице О А вы Знаете Что То кресло Это По-моему Называется Френч Провинциал В Жен Телорусский В общем Он Тот Стол Из Дуба И Старинный Французский Вот Такой Вот Зачем Они Поставили Вот Так Даже Я Вам Снять Не Могу Нормально И Знаете Я Теперь Мечусь Мне Надо Хотя Б Немножко Вам Видео Сделать А Какое Видео Когда Когда Там Стол С Кому Низят Я Конечно Посмотрю Потому Что Я Скорее Всего Скорее Всего Если Он Еще Войдет Он Очень Широкий Я Свой Стол Отдам А Этот Поставлю Потому Что Этот Просто Красота Просто Красота Так Что Тут Что Тут Стольчик В Прекрасном Состоянии Тоже Лампочки Лампочки А Это Это Что Что Складывается Как Гладильная Доска Стол Что Это Такое Ой А Это Гладильная Доска И Есть Я Хочу Знаете Какую Найти Доску На Интернете Я Смотрю Чтобы Вот Так За Собой Ее Не Таскать Постоянно С С С Этими Досками Мотаться Чтобы Как То Ее Прицепить На Стену И Потом Чтобы Она Постоянно Висела На Стене Когда Надо Белье Погладить Ты Ножку Поставил И Гладь Потому Что Эти Гладильные Доски Настолько Неудобные Но Вот Кстати Такую Доску Я Не Видела Никогда Обычно Они же Узкие Это Получается Какая Это Широкая А Там Стол Оказался Не Гладильная Доска Вот Гладильная Доска Ну Мы Такую Выкинули Потому Что Знаете Как Постоянно Это Тягать Очень Тяжело А Тут Это Принц А Вот Смотрите Как Люди Написали В Орке Только В Пыли А Здесь Лыжи Где Где Лыжи Сделано Не Вижу Вандрил Дин На Ма Тас Динам Не Знаю Не Знаю Что Написано Опять Стекло Это Новое Как Я Говорю А Икея Вы Говорите Мне Икея Ну В общем Все Равно Одно И То Это По-моему Какие-то Лампы Их Тут Несколько Штук Все Это Тоже Люди Спрашиваются На какой Бабай Вот Это Купили А Скорее Может Это Не Для Нового Года Вот Фонарики Вот Как И тут Их Раз Два Три Три Фонаря Это Какой-то Материал Новый И Это Материал Целый Все Материал Вы Знаете Очень Сильно Ветер Дует И Здесь По-моему Материал А это Вот Теперь Посмотрите Вот Новая Машина Для Обрезания Пальцев Я В своем Видео Уже Вам Рассказывала После Того Как У Подружкиной Мамы Пальцы Отрезала Вот Такой Машинка Я Свою Быстренько Выкинула Вот Новая Видите Провода Отрезанные Тарелки Тарелки Ну Это Уже Почти Что Старинные Японские Япон Мама Их Делала Тарелки Они Все Одинаковые По-моему Да С одного Набора Швейная Машинка Мезо Мезо Машинка И по-моему Это тоже Мезо Да Смотрите Одно и то И же Фирма И это И это А это По-моему И Аверлок Еще В придачу Дядька Гремит Который Метал Собирает Смотрите Что Здесь Ой Как он Шебуршит Смотрите О Это Из Кожи А это Что Во Мальчишки Еще Говорили Элла Ты для нас Ничего Интересного Не снимаешь Ну Как Для вас Вот Это Интересно Так Завод Она И где Она Сделана Это Какие То Старые Станли Это Очень Дорогая Фирма Австралийская Вот Это Наверное Не Такое Старое О Это Как Для Мясорубки О И Такая Вот И Мураш Меня кусает Прям За ногу Кыш Это Новая Наверное Обсерватор Наверное Телевизор На стену Вешать Или Что Это Не знаю Старые Пазлз Старые Кассеты Молодежь То Сейчас Наверное И не знает Что Это Такое Это Мы Музыку Слушали И Склеивали Помните Как Уксусом Так Порвется Пленка Так Мы Лепили Коробка С Пластинками А здесь Снеговик Ну Я Не знаю Он Наверное Моего Возраста Ему Лет Пять Шесть Жалко Уже Елочка Елочка Распадается Ну Хотя Знаете Вот Это Можно Ободрать В принципе А Здесь Коробка О Целая Коробка С Новыми Вот Такие Это Для Ставишь Сюда Наверное Бутылку С пивом Ага Нет Не с пивом Кофе Колд С кофем И Держит Температуру Нитро Циркус Лайф Полная Ну Вы знаете Если бы Он Вот так Не распадался Я бы его взяла А то Вот так Вы знаете Привезешь Человеку Она мне скажет Что ты мне за Хреномантию Привезла И обидится Так что Хотя Вы знаете Он очень Очень старенький Так И тут Звезда Огромная Но Тут я уже Не буду Там Открывать Что это такое Дорогие мои Я набегалась Напрыгалась По жаре По горам По горам По долам Ходит Не понравилось Поставьте Нашла Ангела И Опять Ангел Вот такая Красота Брать я его Не буду Конечно Его можно Привести В порядок Он Только Пыльный И скорее всего Он Музыкальный Так что Когда он Вот так Стоит Около Дороги Здесь Возможно Кто-нибудь Его Возьмет А Своего Ангела Я Когда Приеду И вам Покажу Многие Видели А многие Его Не Видели Как Было Не Остановить Машину Когда Тут Лежит Прямо На Выезде Вот Так Картина Так Ну Здесь Картина Вы Знаете Она Она Никакая Рама Очень Красивая Во Пентакс Какой Огромный Найтэнда Геймбой Вы Знаете Я Сейчас Посмотрю Что Вот Здесь А То У Мне Невозможно Одной Рукой Украдут У меня Тот Стол Пока Я Видео Делаю 20 копеек Австралийских И Вот Sony Video 8 Handy Cam Камера Машинка Смит Корона Это Еще Даже Не На Английском Может На Немецком Э Э Спаси И Сохрани Приперли Стол Всю ночь Стоял На улице Потому Что Я Вчера Не Могла Найти Как Его Привезти На Столе Написали Не Трогайте В Общем Его Никто Трогать Не Стал И Сегодня Кое Как Кое Как Мы Его Привезли В Разобранном Состоянии Он Такой Тяжелый В Общем Его Когда Ноги Прикручены Его Два Мужика Поднять Не Могут Я Вам Хочу Сказать Так Вот Такая Красота Ну И Теперь Опять Пока